Всем привет, друзья! Представляю вашему вниманию обещанный ролик о вводе в эксплуатацию многострадальных аккумуляторов компании Enersys линейки Nexis. Данные аккумуляторы являются самыми красивыми и самыми высокотехнологично оборудованными аккумуляторами среди всех тяговых аккумуляторов промышленного назначения, которые возможно приобрести на российском рынке. Это у нас 48-вольтовые аккумуляторы. Что у меня с резкостью опять? 500-ки. 4, Nexis 500. А данные аккумуляторы оборудованы системой YIQ3. Вот так вот выглядит модуль. Проходит он через кабеля, измеряет напряжение, измеряет ток. Помимо этого существует здесь на кабеле сенсор LVA, LOF Voltage Alarm. Ну, такая пищалка, когда аккумулятор разряженный. Далее, сборочка у нас не очень. Сборочка кривоватая. Ничего толком не затянуто. Все шевелится. Это все надо будет разбирать и протягивать. Помимо этого, еще здесь оборудованы аккумуляторы датчиком температуры. И он работает от 2-х вольт. Связывается с этой системой, со всей. По радиоканалу передает значение. Далее, здесь я уже один аккумулятор немножечко подразобрал. Поставил его на зарядку. Использовал облогер для того, чтобы прописать, что он у нас, как у нас там заряжает. Мы еще раз будем прописывать. Потом я вам покажу. И в комплекте с этими аккумуляторами пришли вот такие вот зарядные устройства. Сейчас они у меня подключены в сеть. Хочу вам продемонстрировать, какая красота. Какую красоту представляют у себя эти зарядники. Не все даже цветной телевизор, что называется, дома имеют. А здесь вот такой дисплей крутой. Помимо этого, хочу вам продемонстрировать еще одну крутую штуку, которая есть, по-моему, только у Энерсиса. Это индикатор разряда аккумуляторных батарей. Выглядит он довольно круто, как смартфон. Мы уже его подключали. Это вообще так-то тема классная. Работает он тоже по блюпопу, по блютусу. Да, по блютусу работают, а не по Wi-Fi. И что здесь характерно? Он может управлять по грузчикам, либо рич-тракам, куда аккумуляторные батареи установлены. Либо через аналоговые выходы, либо по коншине. Это так-то вообще крутая штука. Потом подключим. Я вам продемонстрирую, как это все дело работает. Сейчас произвел демонтаж гибких токоперемычек для того, чтобы произвести измерение внутренних электрических характеристик и выявить отстающие элементы, либо бракованные элементы. Если они у нас такие появятся, естественно, на ранней стадии есть смысл обратиться в гарантийную службу. Что называется, пока аккумуляторы пребывают в заводской упаковке. Сразу же хочу сказать, сделать замечание компании Энерсис. Буквально треть винтов была затянута слабо. То есть момент затяжки не был выдержан. Если аккумуляторные батареи сразу же запустить в эксплуатацию, это может привести к нагреву слабого контакта и обгоранию перемычки, либо токового вывода, что в свою очередь выведет аккумулятор из эксплуатации. Также здесь применены винты вот с таким вот синеньким герметиком. И при затяжке винтов он попадает под привалочную поверхность. Соответственно, контакт ухудшается. Это сейчас надо будет все вычистить и нормально уже затянуть. Дополнительно возвращаясь к качеству контакта между перемычкой и токовым выводом, хочу продемонстрировать вам следующее. Вот таким вот образом выглядит нормальный токовый вывод, у которого не было нагрева. И буквально в соседней банке есть токовый вывод, у которого был нагрев. То есть он изменил цвет. Таким образом выглядит еще один элемент, у которого был нагрев на выводе. Здесь вот соседний у него нормальный, а этот нагревался. И еще один элемент обнаружен. Итак, ребята, произвел фрезеровочку. Сразу хочу сказать, что вот эти токовыводы действительно были подогреты. Потому что фреза взяла металл не сразу. И пришлось даже несколько поддавливать. Как только слой был снят, фреза резко уперлась в мягкий металл. Сейчас начал обрабатывать вторую аккумуляторную батарею. Показываю. Здесь тоже имеются поджаренные токовыводы. И вот здесь есть такой характерный токовывод. Тоже поджаренный. У которого сверху имеется вот этот вот клей с винтов. То есть вот это все надо вычищать до блеска. Итак, ребята, произвел измерение внутренних электрических характеристик обеих аккумуляторов. Получается следующая картина. Здесь средне квадратичное значение внутреннего сопротивления по элементам составляет 0,27 миллиома. Здесь 0,29 миллиома. Возникает вопрос, почему такая разница? Скорее всего, вот эта аккумуляторная батарея старше, чем вот эта. А шильду наклеивают уже после продажи. У нас также имеется отличие по перемычкам. Здесь наконечники луженые. Вот они такого блестящего цвета. А здесь они чисто медные. То есть эта аккумуляторная батарея собиралась в другое время. Сейчас буду производить разряд данных батарей. Буду прописывать разрядную характеристику с помощью облогера. А затем с помощью штатного зарядного устройства буду их заряжать. Таким образом, с помощью облогера произведем запись разрядной характеристики и профиль заряда. Посмотрим, как они будут заряжаться и как будут разряжаться. Итак, произошел запуск индикатора разряда. Видим сегодняшнее число. Время выставлено неправильно, конечно же. В центре у нас остаточное время работы 83% указывает. Здесь у нас указывается нагрузка на аккумуляторную батарею. Далее заходим, нажимаем на центр экрана, заходим в дополнительное меню. Напряжение, ток, остаточная рабочая емкость, время работы, время еще чего-то там. И уровень разряда, то есть 0% разряд. Нажимаем на погрузчик, время работы погрузчика, ток, не знаю что за ток, порог, порог какого-то тока. Кстати, вот температура появилась у нас, долго очень грузится. Порог какого-то тока, ID. Но это еще все надо настраивать. Здесь у нас ошибки, ошибок нет, все чисто. И вот сюда вот в батарею заходим, пишет тип аккумуляторной батареи, разряд ампер часов и разрядное время. Так, заходим в настройки. Хочу вам продемонстрировать, какие у нас имеются настройки. Так, не то. Все запаролено у нас. Заходим в настройки, попадаем в меню настроек. Здесь, естественно, у нас настройка времени. Здесь все связанное с экраном. Здесь связано у нас с привязкой индикатора разряда к модулю, установленному на кабелях аккумуляторных батарей. Вот он сейчас два модуля видит. Уже этот индикатор привязан к батарее, которую сейчас будем разряжать. Автоподключение, либо мануальное подключение. Там вот та кнопочка, которая имеется на модуле, нажимая на эту кнопочку, он у нас показывает модуль. Вот здесь вот у нас загораются значки при нажатии этой кнопочки. То есть нам становится понятно, к какому модулю мы привязываем индикатор. Далее, вот здесь вот довольно-таки, блин, вышел интересные настройки. Сейчас снова зайдем в эти настройки. Окей. Заходим. Настройка блюпупа. По блюпупу, либо не по блюпупу работает он. Настройка звукового сигнализатора. При 30% он начинает сигнализировать о том, что вот-вот аккумуляторная батарея разрядится. И при 20% он начинает сигнализировать о том, что полный разряд батареи. Давайте настроим 10%. Один раз, что называется, не это самое. Батарею можно и до 10% высадить будет. Далее, здесь у нас настройка кан-шины. Если у нас подключена кан-шина к этому выходу, и все это дело сконнектено, подключено к погрузчику. Далее. И управление внешним реле. Тот, который на хвостике, на питающем проводе у нас выход на реле. Во-первых, выбираем функцию реле. Есть у нас реле, либо нет реле. Затем тип реле. Открытое, закрытое реле. Управление активатором также литиевых аккумуляторных батарей реализовано. И, соответственно, уровень управления, уровень разряда включения-отключения активатора или реле. Вот такие вот функции у нас имеются в этом индикаторе. Он уже предварительно настроен. Сейчас будем производить разряд. Буквально в реальном времени. Так, для начала зайдем в меню. Посмотрим на индикатор мощности. И сейчас буду подключать разрядную установку. Сейчас индикатор разряда показывает о том, что энергия тратится на колеса. Интенсивность разряда средненькая. И зайдем еще... Ага, не средненькая, а максимальная. Зайдем еще вот в это меню. Посмотрим. Напряжение 48 вольт. Ток разряда 131 ампер. Остаточная емкость. Что у нас еще тут имеется? Ну, пока счетчики ничего не показывают. Вот в реальном времени работа данного индикатора и дополнительного меню. На самом деле, это вообще круто все придумано. Маленько я вам неправильно сказал. У нас в процентном отношении показывает уровень заряда аккумуляторной батареи. А часы, остаточное время, оно появилось позже. То есть, сейчас у нас нагрузка на батарею максимальная. И разрядное время постепенно уменьшается. Ток 142 ампера. Ну, это статическая нагрузка. Сейчас я ее немножко убавлю. Динамическая может быть больше. Дисчарджи уже 29 ампер часов. Так, 9 минут времени. Воркет тайм. Разряжаем дальше. Середина разрядного процесса. 50% остаточной емкости аккумулятора. 1 час 18 еще осталось трудиться. Температура поднялась на 3 градуса. С 18 до 21 уровень нагрузки на аккумулятор. Имеет практически максимальное значение. Так, смотрим, что получается. Разрядный ток 111 ампер. Слили уже 254 ампер часа на продолжение полутора часов. Так получается. 38% сняли емкости с аккумулятора. Итак, ребята, остаточная емкость аккумулятора 46%. Напряжение 47 с лишним вольт. При этом уже у нас отработал индикатор ЛВА. Моргает красным светодиодом. Плюс еще вот этот модуль указывает на разряд аккумуляторной батареи. Так, что у меня? Где резкость-то? Так, сейчас я вам покажу одну табличку. Это табличка с тех времен, со времен первых Нексисов. Когда мы с ними начали, что называется, геморрировать, я ее немножко рассчитал. 60% разряда, 40% остаточной емкости, следовательно. 1,96 вольта на элемент. Это желаемый уровень разряда. Предел. Это остаточная емкость. 20% 80% емкости, следовательно. Снимается 1,92 вольта на элемент. Это предел. Допустимый предел. Будем сейчас разряжать до 1,92 вольта на элемент. Здесь у меня таблички разрядных индикаторов с погрузчика Toyota, которые никак вообще не подходят под эту шкалу. Поэтому на Toyota эти Нексисы у нас начали взрываться и очень быстро выходить из строя. Итак, друзья, достигли нижнего максимального предела разряда аккумуляторной батареи. Это 46,1 вольта на батарею. Это 20% остаточной емкости. Индикатор у нас показывает 28% остаточной емкости. Почему такая разница получается, объясню чуть позже. Индикатор LVA сигнализирует уже постоянно о том, что батарея достигла полного разряда. Все, теперь отключаем аккумулятор от разрядной установки. Сейчас рассмотрим зарядное устройство. Вот такое вот красивое зарядное устройство. Нексис Плюс. Я его тут немножечко подразобрал. Здесь выкручиваются винты. Таким образом открывается крышечка. Можно вовнутрь заглянуть и посмотреть, что там стоит. Здесь у нас установлены три модуля из возможных четырех модулей. Крышка открывается специально для того, чтобы возможно было чистить от пыли зарядное устройство. Так как вот эти вот вентиляторы очень сильно забивают эти модули во время продолжительной работы. Там у нас виднеются шины силовые, куда подключаются модули. И здесь виднеется питание 380 с цифровым управлением. Модули работают параллельно. Так, сейчас крышечку закроем. Свет выключу. И немножко посмотрим на меню зарядного устройства. Экран очень ярко светит. Поэтому неудобно смотреть его. Сейчас попытаюсь сделать вот таким вот образом. Сфокусировать. Заходим в меню. Здесь куча всяких настроек. Так, давайте посмотрим чарджер, что из себя представляет. Так, информация. И вот информация у нас по зарядному устройству. Профиль зарядный. Nexus Fast. Daily Charger по нолям что-то тут. Температуру показывает. Автостарт включен. 500 Ач. Емкость мануальная. Максимальный ток заряда 180 А. Еще что-то тут написано. Не знаю, что это такое. Надо мануал читать, изучать. Кабель. Интересно, что прописан кабель. 4 метра. 70 квадратов кабель. И эквал. Уравнительный заряд. 2 часа. 5 амперами. Но это не серьезно для 500 батареи. Видимо, эквал режим уравнительного заряда сделан. Для того, чтобы он был. А не для того, чтобы он выровнял батарею. Подключаем зарядное устройство к аккумулятору. Так, вот у нас запустился таймер. Постольку, поскольку мы батарею относительно глубоко разрядили. То надо будет нажать еще кнопочку выравнивания. Ну, типа сделать выравнивание. По мануалу обычно так требует. Сейчас запустится и ее дополнительно нажмем. Так, произошел запуск. Два модуля запустилось сразу же. Один модуль пока молчит. Сейчас идет набор тока. Напряжение на аккумуляторе. Напряжение на элементах. Один модуль молчит. Он чуть попозже запустится. Индикатор показывает, что батарея глубоко разряжена. Вернее, низкий разряд батареи. Красная лампочка. Так, 51 ампер. Вероятнее всего, возможно, здесь реализован алгоритм с предварительным зарядом. Если он есть, то это будет очень круто. Если такой алгоритм есть. Так, что-то он тестирует. Опять набирает ток. Так, нужно нажать уравнительный заряд. Так, включился, появился значок. Следовательно, после заряда произойдет еще дополнительный уравнительный заряд. Все, идем смотреть. Как у нас будет протекать заряд на индикаторе. Сейчас у нас энергия поступает с колес в аккумулятор. Ток 40 ампер. 49 с лишним вольт напряжения. Итак, индикатор показывает процесс заряда аккумуляторной батареи. Напряжение 52 с лишним вольта. Ток 180 ампер. Показывает режим заряда аккумуляторной батареи. Теперь давайте рассмотрим графики напряжения и тока, полученные с помощью облогера. Самый первый график, который я вам хочу продемонстрировать, это момент тестирования зарядным устройством аккумуляторной батареи. Я предполагаю, что вот такой вот причудливой формой тока и напряжения зарядное устройство определяет тип аккумуляторной батареи. Либо АГМ, или гелевый аккумулятор, или жидкостный аккумулятор. То есть, генерирует ток вот такой вот причудливой формы. И по отклику напряжения происходит определение электрохимической системы. Самый интересный момент, это вот этот вот хвостик. Затухающие колебания синусоидные. Они могут говорить еще о том, что неправильно подобраны коэффициенты ПИД-регулятора. И поэтому вот у нас затухание такое вот синусоидное и очень плавное протекает. Теперь давайте рассмотрим реальные графики разряда и заряда аккумуляторной батареи. Зарядный профиль данных аккумуляторных батарей не представляет из себя ничего интересного. Обычный профиль для АГМ аккумуляторов ИУИ. Первая ступень заряда протекает у нас с постоянной силой тока. При достижении напряжения 2,36 В на элемент напряжение стабилизируется и ток начинает плавно уменьшаться. При достижении тока в 20 А ток стабилизируется и дальше напряжение начинает у нас подыматься до 2,6 В на элемент. После чего у нас произошло отключение зарядного устройства. Заряд остановился кратковременно. И включился уравнительный заряд. Примечательно то, что уравнительный заряд протекал при токе 14 А. Зарядное устройство нам показывало силу тока в 10 А, а в настройках было указано 5 А. А здесь у нас, как вы видите, в этих цифрах колеблется в районе 14 А. Вот это очень странно. Далее давайте рассмотрим график ампер часов. Посмотрим, посчитаем количество слитых ампер часов и коэффициент перезаряда. Так, для этого я здесь все выключу и включу вот здесь вот график ампер часов. Так, напряжение надо, наверное, выключить. Хотя нет, давайте отключать не будем. Растяну я полностью график на всю длину. И получается следующая картина. Стартовали разряд аккумуляторной батареи с напряжением 5187 В на элемент. Разряжали, разряжали, разряжали. Получили в конце разряда при напряжении 48,1 В на элемент минус 297 Ач. Теперь давайте включим калькулятор и посчитаем, сколько это получилось. 297 разделим на 500. Получается, слили всего лишь 60% от заявленной емкости. Таким образом, аккумуляторная батарея, вероятнее всего, разряжаться должна глубже. Ну, я так думаю, что при динамической нагрузке, при динамическом разряде, емкость разрядная получится больше. Далее, давайте посмотрим количество, посчитаем коэффициент перезаряда. Для этого нам необходимо 297 Ач к этому значению прибавить сверх нулевой точки. Это 57 Ач плюс 57 Ач. Получается, 354 Ач закачали в момент заряда. Разделим их на 297 Ач слитых. Таким образом, получается коэффициент перезаряда 1,2. Ну и напоследок объясняю, по какой причине индикатор разряда показывает 28% остаточной емкости при напряжении 46,11 Вольта, что соответствует 20% остаточной емкости. Дело все в том, что в нормальных индикаторах разряда применен или алгоритм гистерезиса, или алгоритм фильтрации колебания напряжения. Возникающего во время динамического разряда, во время работы погрузчика. При статическом разряде всегда образуется значительная ошибка в расчетах данных алгоритмов. По этой причине, во время реостатных испытаний аккумулятора, необходимо ориентироваться строго по реальному напряжению. Ну вот и все, установили на новый погрузчик, погрузчик, кстати, Яли, установили аккумуляторные батареи. Здесь пришлось запилить переходники, потому что у Яли здесь система аварийного отключения завязана на коннектор. Язычок еще не хватает, а установить надо. Поставили индикатор разряда. Все четко работает. А это у него штатный индикатор разряда. То есть два индикатора разряда показывают разную характеристику. Все настроили, все работает. Таким образом выглядит электрохимическая система аккумуляторов Nexus изнутри. Так, наливаем в баночку дистиллированной воды. Ну что, ребята, к концу заряда зарядное устройство, что называется, поддало газу. 60,2 на батарею, 2,51 на элемент, 16 ампер. Уравнительный заряд продолжается. 2,57 вольт на элемент. Ну вот и все, ребята, заряд окончен. 316 ампер час, сообщили батарею. Разобрал батарею, перемерил все элементы по весу и по геометрическим размерам. Ну, честно сказать, у меня даже слов нету. Выражаясь русским и могучим, я в ахуе.